Владельцы автомобиля приехали примитивно проверить состояние катализатора и состояние стенок цилиндров. Начало разрушения катализатора, ничего супер криминального, но такие крошки уже говорят о том, что надо быть осторожным. Всем привет, с вами АМЗАП и меня зовут Георгий. Знакомьтесь, Kia Sportage 2017 года с пробегом 38 тысяч километров. Владельцы автомобиля приехали примитивно проверить состояние катализатора и состояние стенок цилиндров. Мы сделаем эндоскопию, чтобы убедиться, хорошо ли там все или плохо. Можно что еще сказать. Владелец заранее поменял прошивку, оставив при этом катализатор с задним датчиком лямбда зонда. Поменялась только с евро 5 на евро 4. Смесь стала по-другому работать и машина стала вроде как проще заводиться. Ну, в общем, цель мне не очень ясна, хотя, наверное, она есть. Свечи ридевые, ни разу не менялись, но, в принципе, они в хорошем состоянии. Пробоя на изоляторе нет, расстояние на контакты хорошее и нагар в приличном состоянии, в том числе. Первый котел. Видна крошечка. Ну, собственно, привет. Начало разрушения катализатора, ничего супер криминального, но такие крошки уже говорят о том, что надо быть осторожным. Легкие задиры на стеночках, буквально чуть-чуть потертостей, я бы даже сказал. Первый котел. И четвертый. Небольшие потертости и точно так же пыль от катализатора. Квендры чистые, без масляного нагара, маленький пробег. Второй котел. Поршень чистый. Так же небольшие крошечки. И небольшие потертости. Третий. Поршень чистый, немножко грязьки. И пыль, белые точечки, и, собственно, привет, катализатор. И небольшие потертости. В общем, хон хорошо виден. И напоследок заглянем в катализатор, конечно же. Соты в хорошем состоянии. Нету, не видно конкретного износа или конкретного разрушения. Возможно, он ломается где-то сзади. По заверению владельца, заправляется на одних и тех же заправках. Заправляется только хорошим бензином. Масло меняет примерно 8-10 тысяч километров. Нет, есть, конечно, небольшие разрушения, но прямо совсем маленькие. Вон видно даже название фирмы катализатора. А, нет, это... Можно прочитать слово. Есть разрушения, очень небольшие, но тем не менее есть. Промежуточный итог. Наша диагностика и желание клиента привели нас к тому, что мы будем удалять каталический нейтрализатор и вваривать туда пламя-гаситель. Дальше владелец автомобиля поедет на длительный тест, по которому мы посмотрим, загорится лампочка, чек-энжин или нет. Напомню, здесь уже заменена прошивка с Евро-5 на Евро-4, и мы не знаем, программно удалился ли катализатор с задним датчиком или нет. Так что посмотрим. Отлично! Пламя-гаситель установлен, катализатор выбит. Общий итог по работам 6 760 рублей. Мы отправляем автомобиль на длительный тест, будем держать связь с владельцем и обязательно расскажем вам, что было дальше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и звоните в колокольчик. Хорошего вечера! Подписывайтесь на канал!